МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пятерка! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Ну что, свершилось чудо! Мы открываем седьмой сезон нашей уникальной викторины для школьников. Это в самом деле уникальный. Такого проекта нет нигде, ни в одной стране мира. И даже в нашей Беларуси только у нас в Гомеле. Эрудит пятерка. Виктория для школьников, для умных и сообразительных. Мы начинаем седьмой сезон. И начинаем мы его международной игрой. Эрудит пятерка. Международная игра. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас в студии гости. Гости большого международного турнира «Окно в Европу». Которую выйдет на школьный европейский чемпионат. Слева от меня в синих шарфах команда Степана Носова. Команда из города Липецка, Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня, справа от меня в красных шарфах. Уже знакомые вам лица. Чемпионы прошлого сезона. Команда Гомельского городского лицея. Гритан Дмитрий Шейма. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание. Итак, внимание. Правила игры всем известны. Осталось только напомнить, что поддерживает, организует нашу уникальную викторину Гомельский областной исполнительный комитет и телерадиокомпания «Гомель». Спасибо и низкий поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с пробы сил. Блеф игра. Да, нет. Веришь, не веришь. Проверим вашу интуицию. Итак, Степан Носов, капитан Липецкой команды. Кого вы отправляете на нашу Донетку, на Блеф игру? Себя и отправляю. Себя и отправляю. Степан, я напомню, что больше двух раз на стойке выходить нельзя. Дмитрий? Пойдет Кирилл. Итак, Степан против Кирилла. Вперед! Итак, внимание. Блеф игра. Нужно выиграть кнопку и ответить «Да» или «Нет». За это получаете пять очков. Вот как все просто. Поехали. Итак, верите ли вы, что Аристотель был учителем и воспитателем Александра Македонского? Прошу вас, Степан. Да. Да, конечно, так оно и было. За что Македонский был ему благодарен. Итак, поехали. Верите ли вы, что рождественский пост начинается зимой? Кирилл. Нет. Да, рождественский пост начинается осенью, прихватывает немножко ноября. Браво! Сравняли счет. Верите ли вы, что на гербе Германии изображен орел? Кирилл. Да. Конечно, это всем известно. Верите ли вы, что страшную сказку про Кентервильское привидение написал Ханс Кристиан Андерсон? А у вас фальстарт Кирилл. За этим очень строго следит наш электронный судья. Степан. Нет. Это Оскар Уаль, конечно же. И последний вопрос в блеф игры. Верите ли вы, что Нобелевскую премию вручают в день рождения Нобеля? И снова нервы сдали у Кирилла, Степан. Нет. Нет. На самом деле вручают в день смерти. Вы правы. 10-15 в пользу гостей, в пользу России. Мы играем в следующий бой. Итак, в первом столкновении нашей международной орудии пятерки попробовали силы команды. Игра, в общем-то, равная. 15-10 чуть впереди россияне. А вот теперь основная наша дуэль игра. 5 боев. Я сейчас озвучу, когда принято воритет темы. И у вас будет 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, внимание. Темы боев дуэль игры. Первые. Это первый бой. Второй бой. Столицы. Третий бой. Детские загадки. Четвертый бой. Фрукты и овощи. И пятый бой. Рекорды и рекордсмены. Итак, у вас 5 секунд. Поехали. Все. И так очень быстро чувствуются профессионалы. Особенно команда Липинска. Ведь не зря несколько лет назад они выиграли бронзовые медали на чемпионате России по «Что, где, когда» среди школьников, кстати. АПЛОДИСМЕНТЫ можно назвать борщ. Оля, это фальстарт. За этим следит наша электронность. Я очень строго. Глеб. Первое блюдо. Первое блюдо. Да, вы правы. Сборная «Уругвая» в 1930 году стала первым-первым-первым чемпионом мира по «Б**». Глеб. Футболу. По футболу, конечно же. Папа Римский Урбан II принял решение начать первый «Б**». Ольга. Первый блок. Понятно. У соперника есть шанс. Крестовый поход. Первый крестовый поход, конечно же. И закончим. В допетровские времена Новый год начинался когда? Да. Первого сентября. И это правильный ответ. Блестяще отыграл Глеб. 25 очков принес своей команде. 40-10. Мы играем в следующий бой. Тема «Столицы». Степан, решайте, кто пойдет. Пойдет Максим. Максим. Дмитрий. Пойду я. Итак, Максим против Дмитрия. Вперед. Очень серьезный вышел, Дмитрий. Хорошо. Поехали. Столицей последней Белой Олимпиады был город. Дмитрий. Сочи. Это правильный ответ. Да. В этом городе расположены пантеон Марсово поле, ну и сад Тюэльри. Да. Тишина. Тишина. Три, две, одна. Рим. Рим. У соперника есть шанс. Дмитрий. Пусть будет Паиш. Это правильный ответ, конечно же. А еще там есть Лувр и Эйфелева башня. Играем. Обитатели этой буквально северной столицы называют свой город Бэйдзин. Дмитрий. Это Пекин. Правильно. По 1990 год Бонн был столицей этой европейской страны. Дмитрий. ГДР. У соперника есть шанс. Тишина. Три, две, одна. Мы мисс Минусов играем. На самом деле он был столицей Германии. Он был столицей ФРГ. Федеративной республики Германии. Сказал бы, Дмитрий, Германия, я бы засчитал. Все очень просто. Играем. Полное название этой южноамериканской столицы в переводе, конечно, звучит как город при Святой Троице и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров. Что же за столица такая? Санта-де-ла-Ферни. Ой-ой-ой, а какой же страны такой столица? У вас есть шанс? Добрых Ветров. Буэнос Айрес. 40-25. Немножко сократил Дмитрий разрыв в счете. Мы играем в следующий бой. Итак, внимание. Липецк против Гомеля. Третий бой. Детские загадки. Кто недалеко ушел от детства, Степан, у вас? Я недалеко ушел. Это ваш последний выход. Секундочку. А у Дмитрия? Даша. Итак, Степан против Дарьи. Вперед! Хорошо. Итак, первая загадка. Кто на своей голове лес носит? Глупый такой. Даша? Три. Леший. 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 Понятно. Степан? Показываю. Олень, конечно же. Олень. Северный ранг. Гифертарандус, например. Играем. Зубастый зверек грызет со свистом дубок. Даша? Бобр. Бобр. Логично, но неправильно. Прошу вас. Степан. На самом деле это пила. Все очень просто. Играем. Продолжаем. Продолжаем инструментальную тему. Сам худ, а голова спуд. Даша? Молоток. И это точный ответ. Браво! И снова продолжаем тему. Бьют ермилку по затылку, он не плачет, только носик прячет. Даша? Гвоздь. И это точный ответ. И вот такая зимняя загадка, что называется в тему. На белом просторе две ровные строчки, а рядом бегут запятые до точки. О чем речь? Ровные строчки. А там? Даша? Сани. Ну, след от саней. След от саней. Понятно. Есть шанс у Степана. Три, две. Одна. Ну что ж там запятые до точки? Запятые до точки это когда человек палками лыжными отталкивается от лыжня. Вы были близки, Даша. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее. 40-35 приблизила Даша Филипенко свою команду к лидеру. Браво! Мы играем в следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание. Степан, фрукты и овощи. Следующий бой. Кто у вас такой самый фрукт? Илья. Илья, такой крепкий фрукт. Дима. Ксюша. Ксюша. Итак, Илья против Ксении. Открою большой секрет. Ксения у нас не учится, к сожалению, в первом городском лице. Она просто бросилась грудью на амбразуру. Заменила выбывшего игрока Максима Ермолин, который был известен не только своим умом и сообразительностью, но и железной выдержкой. Вот с выдержкой, по-моему, Ксении не очень. Такая моторная у нас девушка. Итак, играем. Фрукты и овощи. Чиполлина представляет собой именно этот овощ. Ксения. Лук. Конечно. Все просто. Эта полосатая ягода давно предмет споров. Фрукт она или овощ? Арбуз. Арбуз. Это правильный ответ, Илья. Браво. Этому, так сказать, овощу, такой пряной травке, можно сказать, была присуждена Нобелевская премия по литературе. Наш советский русскоязычный писатель и поэт Борис Пастернак. Пастернак – это такая приправка, такой овощ, такая травка. Да, вот зал всегда знает, лучше играем. Эта капуста была выведена бельгийскими овощеводами. Ксения. Брюссельская. Это правильный ответ. И заканчиваем. Она в огороде, когда дядька в Киеве. Спрошу, Илья. Тишина. В огороде тишина. Бузина. Да, это правильный ответ. 50-45, разрыв остается минимальным. Мы играем последний бой дуэль игры. Вперед! Последняя тема – рекорды. Кто остался? Кто остался? Выходите. Ярослав. Ярослав. Секундочку, Ярослав. А у Дмитрия? Кейл. Итак, Ярослав против Кирилла. Вперед! Хорошо. Итак, внимание, рекорды. Самое высокое дерево на планете – это секвойя или баобаб? Прошу. Секвойя. Это неправильный ответ. Я вынужден принять ответ у Кирилла. Баобаб. Дело в том, что раньше считаю, что секвойя самая высокая, но у подножия вулкана Килиманджаро нашли 189-метровый баобаб. Теперь вы это знаете. Играем. Мировой рекорд в этой легкоатлетической дисциплине – 2 метра 45 сантиметров. Прошу. Прыжки в высоту. Отличный ответ. Название этого сооружения, построенного еще времена Римской империи, переводится как громадный. Громадный, огромный, колоссальный. Тяжна? Я считаю, что это замок. Замок Ольшанский, черный. Понятно? Есть шанс, Ярослава? Да. Колизей. Колоссеум или Колизей. Да? Самое большое, самое большое метро в мире находится под этой азиатской столицей. Фальстарт у вас. Ярослав, за этим очень строго следит наш электронный судья. Прошу. Кирилл. Ну, большое метро, столица. Три, две. Хоть что-нибудь. Лондон. Азиатская столица, да. Да, скифы мы, да, азиаты мы. На самом деле, Пекин. Все очень просто. И заканчиваем. Скорость роста этого растения может достигать 70 сантиметров в сутки. Да. Бамбук. И это точный ответ. 65-50 повел своих вперед, Ярослав. Ну, у нас тест игра. Поехали. 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 Эрудит пятерка. Липец против Гомля. Россия против Белоруссии. Команда Степана Носова против команды Дмитрия Шеймы. Тест игра. Тест игра. Тема тест игры обезьяна. Кто идет на обезьяну? Илья. Илья. Это его последний выход, Дмитрий. Да, и я. Итак, Илья против Дарьи. Вперед. Итак, во-первых, нужно выиграть кнопку, потом назвать вариант, это буква. Для этого вам понадобится вся ваша мудрость. Итак, внимание, поехали. На востоке обезьяна. Это один из символов. А. Мудрости. Б. Веселье. С. Греха. Даша. Мудрости. Это точный ответ. Да, обезьяна самая мудрая, что есть. И Дарья приносит своей команде 10 очков. Стихия или небесная ветвь, как говорят в Китае нынешнего года обезьяны, это А. Земля, Б. Вода, Ц. Огонь. Фальстарт у вас, Илья, к сожалению. Дарья. Огонь. Огонь плюс 10 очков. Красная или огненная обезьяна. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Это одна из моралей басни Крылова о мартышке и А. Очках, Б. Зеркале, Ц. Лягушке. Да, Илья. Очках. Да что вы, господи, Дарья. Может, вы ответите? Лягушки. Лягушки. Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя, толк ногой и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, о зеркале. Играем. Слово орангутан приводится с чистого малайского языка, как А. Волосатый человек, Б. Лесной человек и Ц. Глупый человек. Ну, Илья. А. А. Волосатый человек. Это неправильный ответ. Дарья, у вас есть шанс? Лесной человек. Лесной человек. Орангутан. Да. Оранг человек. Утан. Лесной. Все очень просто. Пять очков на подборе за работу Дадеша. И заканчиваем. Царь обезьян Хануман. Это персонаж А. Египетских ленописей, Б. Африканских сказок и Ц. Индийской мифологии. Дарья. Индийской мифологии. Да, это именно в индийской мифологии царь обезьян Хануман. Итак, 65-85. Красные впереди. Гомель вырвался вперед. Играем в следующий бой. Итак, внимание. Слайд-игра. Слайд-игра. Ну, обычно мы играем азбуку. Появляется картинка, появляется буква. Ну, можно отвечать сразу. Понятно. Если написано А, и такая полосатая ягода, это арбуз. Если написано Б, и там такие кругленькие мучные изделия, это баранки и так далее. Ну что вы, неужели такие простые вещи будут проходить на нашей международной игре? Тем более с такими монстрами. У нас цифровая азбука. Что это такое? Узнает тот, кто выйдет играть. Степан, кто? Ярослав. Ярослав. Хорошо. А Дмитрий у вас? Ольга. Итак, Ярослав против Ольги. Вперед! Ничего жать не нужно. Здесь после каждого вопроса мы меняем отвечающего. Начинают красные, как выигрывающая сейчас сторона. Правильный ответ стоит 15 очков. Игра на подборе 10. Итак, Ольга, цифровая азбука. Ну, поехали, начнем с вас. Что перед вами? Азбука цифровая. Спутник-1. Спутник-1. А вот придется принять. Спутник-1, ПС-1. Первый спутник. Принимается! Хорошо. Прошу вас, Ярослав. Следующий слайд ваш. Кто перед вами? Персонаж вашей российской истории. Николай-1. Николай-1. Ольга, может, вы ответите? Александр-2. Это Александр-2. Ребятушки, поняли принцип? Хорошо. Ольга, прошу вас. Тишина? Тишина. Три мудреца в одном саду. В тазу. В тазу пустились по морю в разу, да. Ярослав, я болею за вас. Четыре танкиста. Четыре танкиста и собака, да, конечно. Браво. 15 очков. Спокойнее, Ярослав. Ольга, играем с вами. Прошу для вас. Слайд. Пятый элемент. Мультипасс. Прошу, Ярослав, играем с вами. Шестеренка. Шестеренка, шестой вопрос. Шестеренка. Прекрасно. Ольга. Тишина. Семь чудес света. Не просто семь, да. Семь новых чудес света. Вы правы. Ярослав. Восьмое марта. Восьмое марта, конечно. Прекрасно. Оля, жду вас. Девять кошек. Девять кошек – это неправильный ответ. Может, Ярослав догадается. Девять жизней. У кошки девять жизней. Последний удар. Ярослав. Тишина. Тишина. Десять заповедей. Это десять заповедей Моисеевых. Отлично. 135-155. Разрыв как раз 20 очков. Именно столько стоит правильный ответ в нашей последней риск-игре. Риск-игра. Итак, риск-игра единственная в нашем матче, где за неправильный ответ можно получить штраф. Правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус 20. Нужен самый сильный, самый мощный, самый спокойный и самый эрудированный игрок. Степан, кто это? Глеб. Это Глеб. Да, я помню, как он налетел на несчастную Ольгу. Хорошо. Дмитрий. Пойду я. Вперед. Итак, внимание. Итак, внимание. Темы вопросов повторяют темы нашей дуэльной игры. Начнем. Первое. Первыми его покорили Хиллари и Норгей. Дмитрий. Веест. Да, Норгей Тенцинг и Эдмул Хиллари. Да. Столицы. Столица Сенегала когда-то была конечным пунктом автогонки из Парижа. Нужно назвать столицу Сенегала. Дмитрий. Дакар. Париж-Дакар. Да, конечно. Детские загадки. На лице цветет, от радости растет. Глеб. Улыбка. Браво! Улыбнитесь, Глеб, улыбнитесь. У вас очень хорошо получается. Прекрасно. Фрукты и овощи. Европейцы травились, поедая его плоды. Глупые. Копать нужно было. Не рискует Дмитрий. Думает Глеб. Тихо, 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 тихо. Три, две, одна. Глеб, не будет. Риснул все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, копать нужно. Картофель. Картофель. Дело в том, что на картошке сверху, вот нам, белорусам, это известно лучше, чем кому бы то ни было, такие синенькие ядовитые ягодки. Не нужно их есть, нужно копать. Вы правы, Глеб, браво! 175-195. Глеб, вы сейчас можете сравнять счет одним ударом. И заканчиваем. Это слово происходит от английского со значением записывать или регистрировать. Да. Рекорд? Да! Дорогие мои, честно говоря, я всегда прислушаюсь к тому, что подсказывает мне игра. Потому что игра всегда права, ведущий может быть неправ, могут быть команды неправы. Но если второй год подряд, на открытии сезона, в первой международной игре случается ничья, я не могу найти ничего лучшего, чем объявить ничью. Браво, равная игра! При абсолютно равной игре абсолютно одинаковые подарки от мойки самообслуживания на солнечное объездное 4Г. Разумные цены, никаких очередей. Автохимия, мойка, пылесоска. Все, что хочешь. Это сама мойка на объездное 4Г. Вот от нее наши призы и подарки. Спасибо ей большое. Я просто радуюсь, что сегодня в праздничной игре, открытии сезона, я не произношу грустных слов. Вы победили, вы проиграли, да и не буду больше ее произносить никогда. Итак, ребята, спасибо за игру. Равная игра! Браво! Ну и на прощание, на прощание в новом сезоне все остается по-прежнему. Железная зависимость. Смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин